Пожалуйста, уберите всё травматическое, рогатки спрячьте. Немножечко солёненького такого, что-то пресновато пока. Значит, вот Мичурин был, мы с Мичуриным несколько лет назад чуть не угодили в кювет. Я ему рассказал правдивую совершенно историю, я хочу вам её повторить. В институт профзаболеваний привезли очередную группу северян. И был там один такой, кровь с молоком Саша Поляков, 2 метра ростом, 120 килограмм, балагур отчаянный, в палате нас 6 человек. И вот замечаем в один из дней Саша что-то такое грустное. Говорит, Саша, что с тобой? Знаете, мужики, по-моему, у меня внутри что-то гниёт. Говорит, Саша, да брось, кругом же врачи, тебе же давно бы сказали уже. Не-не-не, точно, мужики, да брось, что ты взял? Как пёрну, такая вонь. Но из песни слова не выкинешь. Саша, ну ладно, а то я сам смеяться сейчас начну. Есть версия, что Каин Авеля убил за старый анекдот. Может быть. Но всё-таки я рискну рассказать вам старый анекдот. Он настолько старый, что те, кто его знал, забыли, а те, кто его не знал, обокатят свою память. 19 век, светский салон. Записной балагур, разглашает господа. Господа, свежая загадка. Чем отличается Херовим от парикмахера? Всё очень просто. У одного хер спереди, а у другого сзади. Вскакивает поручик Рыжевский, выскакивает в зал и говорит, Господа, свежая загадка. Чем отличается Архангел от Бродобрея? Ну, вообще, я точно не знаю, в чём там дело. Но у кого-то из них хер сбоку. Да. Ну, вообще говоря, меня всегда изумляет искусство русского человека использовать всё богатство великого и могучего языка. Это, конечно, не откровенности Баркова и не поэтические изыски Вознесенского, но совершенно изумительно. Пьер, возвращаясь из кино, дорогой влопался в историю. Теперь не может он в историю идти, пока на улице светло. В купальне старый филантроп увидел двадцать женских туфель. Он сразу смурщился, как трюфель, свалился в воду и утоп. А вот теперь совершенно прекрасно. Тореадор попал в беду. Схватил Карменон за Монтилью. Она вскричала из Камильи, «О, вы пьян, я с вами не пойду!» И вот ужасно, это под рубрикой их нравы. Граф, замок свой держа в узде, жену бил палкой по субботам, дабы отбить у нее охоту к воскресной верховой езде. Ужасно. Всему находится конец. И вот куплетом все. Нет, не право, окончание. Благодарю вас за внимание. Кутай, Аревар. А вот теперь правильно. Левосиан Смолых. Благодарю вас за внимание.